У татарстанских поисковиков большой опыт в проведении поисковых работ и все навыки, полученные за десятки лет, легли в основу брошюры, которую разработали в Республиканском отделении Отечества, где подробно и четко расписаны действия при проведении эксгумационных работ. Делается инструктаж и определенные круг обязанностей для поисковика, конкретные методички рассказывают, как нужно правильно работать, оформлять конкретную документацию на поднятого бойца. Каждая информация, занесенная в документ при подъеме бойца, очень важна. Ведь потом все записи передают специалистам, которые будут шерстить военные архивы, архивы военных комиссариатов и Министерство обороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Но это только малая часть тем, о которых говорили на конференции. Один из наиболее острых вопросов – проблема мародерства и черных копателей. Мародерство, к сожалению, процветает и по археологии, и по древним временам, и по средним векам, но особенно оно ярко сейчас видно по Великой Отечественной войне. А вот это недопустимо, потому что мы работаем на грани, на очень тонкой грани. Поэтому здесь надо бороться с этим любыми способами, в первую очередь на государственном. Этот семинар традиционный, каждый раз проходит на теплоходе, как символ того, что поисковое движение всегда на плаву и движется только вперед. Не обошлось и без дружеских бесед. Командиры поисковых отрядов России вспоминали совместные экспедиции. Много приятного говорили о поисковиках Татарстана и, в частности, Нижнекамска. Нижнекамский отряд шумный, веселый, очень работоспособный, очень приспособленный к всяким неудобствам, выживает в любых условиях. Потому что иногда мы встречаем снегом, иногда у нас заморозки, иногда у нас нет ближайшей воды за километр, скажем так, выживает в любых условиях и чувствует себя превосходно. Это совершенно не влияет на их настроение. Каждый отряд из любого города может похвастаться своими достижениями. Хотя хвастаться слово здесь неправильное, скорее всего же гордиться. Ведь дело, которое они выполняют, святое. Ходят ветераны войны, дети войны. И получается так, что о той войне рассказать можем только мы, потому что ежегодно отправляемся на поля сражений, мы читаем документы, мы работаем в архивах. И поэтому получается, что вот эту правду о войне, пусть не из первых рук, но из людей, которые погружены в эту тему, донести, рассказать можем мы. Александр Комаров, Новости НТР.